13 августа в неделю десятую по Пятидесятнице православные христиане чтят память священномученика Вениамина в миру Василия митрополита Петроградского. Он родился в 1873 году в семье священника. Родители воспитывали сына в благочестии и христианских добродетелях. Получив духовное образование в 1895 году он принял монашеский пострих с именем Вениамин. Став кандидатом богословия, иеромонах Вениамин был назначен преподавателем священного писания в Рижской духовной семинарии. С 1898 года он инспектор Холмской, а спустя год Санкт-Петербургской семинарии. Вскоре архимандрит Вениамин был возведен в более высокую степень пастырского служения. 24 января 1910 года в Александроневской лавре он был рукоположен в епископа Гдовского Петербургского викария. Его проповеди имели большое влияние на паству. Он всегда находил путь к сердцам простых людей, за что был искренне любим. Прихожане называли его «наш батюшка Вениамин». Евангельская простота святителя и отзывчивость располагали к нему даже иноверцев. События 1917 года вызвали перемены и в жизни церкви. С 6 марта святитель Вениамин стал архиепископом Петербургским и Ладожским, а 13 августа назначен митрополитом Петроградским и Гдовским. Все силы владыка направил на защиту православного народа. По всей стране прокатилась волна закрытия и разрушения храмов и монастырей, осквернения и уничтожения святых икон и мощей, массовых арестов, пыток, ссылок и казней. В 1922 году началось изъятие церковных ценностей. Владыка благословил передачу ценностей, не имевших богослужебного употребления, на нужды бедствующих. В мае 1922 года митрополита Вениамина арестовали по доносу. Владыка якобы оказывал сопротивление власти и участвовал в контрреволюционном заговоре. 5 июля трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин был расстрелян на окраине города. На братском кладбище Александра Невской лавры воздвигнут крест над символической могилой новомучеников церкви русской, среди которых имя святого Вениамина митрополита Петроградского. 13 августа совершается заговение на Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.